всех приветствую давайте я сейчас проверю видно меня хорошо точнее не меня а лист или слышно можете мне поставить плюсик или что-то такое чтобы я понимала что все меня слышат хорошо так отлично я тогда начинаю для начала я значит расскажу из чего будет состоять эфир что мы сегодня будем делать и расскажу непосредственно про сегодняшнюю работу и про мой курс для начала расскажу про будущий курс это будет курс пейзажей не городских сегодня мы рисуем городской пейзаж чтобы было какое-то разнообразие было бы интересно посмотреть на это другой стороны курс будет состоять из четырех уроков поделенным будет на два различных направления это будет скетчинг то есть в том понимании классическом которому мы привыкли line and bosch техника которая подразумевает использование лайнера и акварели и вторая часть это еще два пейзажа они будут в классической акварельной техники техники алла прима то есть это грубо говоря мы в один присест напишем работу пейзаж такой горная при горы природа следующий пейзаж это ну скажем так урок в котором можно проработать минимализм и технику по мокрому то есть какие-то градиенты мягкие переходы работа будет мокрым по мокрому и еще два это будет скетч как я уже говорила с использованием лайнера причем постараемся именно в этих уроках научиться рисовать скетчи не используя карандаш то есть будем стараться сразу использовать лайнер потому что я знаю что у многих есть страх белого листа испортивали что-то такое чистого листа ну в принципе спорт лист не страшно в данном курсе я расскажу как это можно сделать скажем так не прилагая огромных усилий не выводя каждую линию ну то есть грубо говоря научу подходить к скетчингу проще буквально скетчинг ну скажем так объясняется как набросок то есть подразумевает в идеале под собой карандашный набросок или наброется каким-то графическим материалом но сейчас это слово так стало довольно таки популярной подразумевает в том числе использование акварели какие-то быстрые зарисовки разные поэтому будем использовать этот термин но помнить что скетчинг это все-таки несколько проще а это скорее будут такие тюды и будет еще один урок который включает в себя тоже быстрый скетч лайнером акварелью и будет в таком открыточном формате то есть будем скажем так смотреть как можно сделать открытку открытки акварельной сейчас набирают большую популярность и соответственно хочется затронуть и эту тему потому что это такой отдельный акварельный вид деятельности и в путешествиях есть определенные направления как travel скетчинг поэтому я думаю что это будет полезно для кого подойдет курс курс подойдет и для начинающих и для продолжающих но больше направлен начинающих на тех у кого есть какие-то барьеры в акварели для тех кто не очень понимает что такое воздушная линейная перспектива потому что там мы всех этих вопросов коснемся для тех кто повторюсь боится чистого листа и для тех кто просто хочет научиться делать и быстрые зарисовки и скетчи в путешествиях на местности может быть вы выйдете на пленэр или просто хочет какими-то базисными техниками акварели разными курса у нас будет стартовать воскресенье и вы можете начиная со стоимости 1 рубль всего приобрести его на три дня и так же как другие уроки которые имеются на платформе dodo and sketch или на целый месяц за 290 рублей мне кажется что с учетом того что у нас имеется проверка преподавателей вы получаете сертификат за прохождение курсов думаю что это какое-то такое небывалое предложение в интернете довольно хорошая инвестиция ваше творчество по поводу сегодняшнего эфира сегодня мы будем рисовать городской пейзаж так вот мне сейчас кажется что какое-то есть подвисание или нету городской пейзаж вот такой референс я выбрала сегодня почему такой референс на первый взгляд он кажется ну скажем так ничего такого в нем особенного нету то есть эта улица такая классическая европейская белое здание но сегодня мне бы хотелось именно поговорить о городском пейзаже и контрастах то есть о свете и тени поэтому референс такой всегда надо помнить что фотографии это одно мы имеем право вносить свои какие-то изменения вносить какие-то свои идеи поэтому всегда можно сделать референс взять референс за идею что собственно я обычно и делаю я не использую референс как вот что то то что нужно обязательно скопировать точно каждую там деталь нет я беру это за идею и дальше уже пытаюсь добавлять какие-то моменты которые сделают это более интересным чем может быть даже фотографии тоже зависит от нас и это мы сегодня постараемся сделать референс по построению довольно таки простой я не стала искать что-то сложное потому что все таки в прямом эфире время ограничено но здесь у нас будет важный момент а то есть контраст и свет и тень потому что свет без тени не бывает тени без света тоже наверное это основной такой элемент который любую работу не только городской пейзаж делает интересной привлекает внимание потому что если бы не было вот этих теней то было бы менее интересно что можно сказать еще по референсу то есть у нас тут будет самые такие яркие моменты это вот эта часть фотографии то есть сюда падает свет и мы соответственно этот свет покажем также как покажем вот эту тень которая идет также я считаю что очень интересного в любом пейзаже городском и не только это именно форма тени то есть когда у нас форма тени интересная это сразу придает работе какую-то живость какой-то такой ну скажем так особенный вид потому что характер тени он все таки задает работе определенное настроение и здесь довольно таки контрастные тени то есть мы видим что вот это например тень она видимо отражает что-то находящееся напротив и мы видим какие-то элементы то есть мы видим тень идущую по окну переходящую плавно вот в эту часть но поскольку это здание белая тень гораздо становится холоднее то есть если здесь у нас тень еще какой-то имеет теплый оттенок и переходит постепенно такой уже более холодный сюда здесь она совсем темная здесь она становится намного светлее исходя из цвета здания на белое также научимся показывать белые здания то есть стоит ли их оставлять совсем белыми оставлять бумагу или лучше все таки задать какой-то тон пропишем вот эти все элементы ну и я думаю что постараемся уложиться максимально короткое время я сделала заранее специально тоновый такой разбор чтобы было понятнее то есть чтобы нам было сразу видно потому что фотографии во первых все таки это видео передачи и она немножечко выглядит иначе референс у нас прикреплен но тем не менее в данном случае фотография выглядит повторюсь темнее но стоит понимать опять таки что исходя из логики мы понимаем что все таки это немножечко светлее то есть не может быть там прямо мрак от этой тени и я специально выделила то есть какие у нас самые светлые объекты будут на этой работе это будет вот эта часть здания то есть вот эти белые здания на дальнем плане может быть мы сделаем чуть-чуть покрупнее даже самые светлые то вот эта часть и здесь есть какие-то немножечко более темные места но по сути я хочу это оставить тоже таким светлым просто цвет будет другой каким-то декоративным элементом который также привлекает внимание у нас будет вот этот фонарь соответственно мы его покажем мы не будем показывать тут прям уж все каждые там не не знаю двери окошки но основные окошки двери я наметила мы это видим самая темная часть то есть у нас будет это вот эта дорога она имеет какие-то определенные просветы тоже тень от здания напротив расположены вот на этом здании она где-то светлее где-то темнее но вот в этой части она будет максимально темная то есть я специально здесь утемнила здесь она у нас должна быть светлее я объясню еще по поводу пигментов и цветов потому что это важно они должны быть прозрачные иначе тени у нас будет грязные и вот это здание она гораздо светлее чем вот эта вся часть я имею ввиду то есть по тону вот эти здания они приблизительно одинаково вот это будет чуть-чуть потемнее потому что она все-таки не находится на цвету если сюда у нас полностью попадает свет то есть вот на эту часть то в этой части все таки несмотря на то что фото то есть надо понимать что фото все таки не показывает все тут есть у нас то он будет немного потемнее то есть она тем не менее все равно находится отчасти в тени соответственно тень у нас это вот эта вся часть несмотря на то что кажется что здесь свет здесь равно тень попадает ну и соответственно дорога у нас тоже темная здесь она будет немного светлее здесь она у нас совсем темно то есть вот эта часть половина она самой темной самые светлые здания здесь небо у нас такой легкий градиент от темно-синего к светлому Мы это тоже покажем. И единственное, что какие элементы мы не будем показывать. Мы не будем показывать вот эти вот цветочные горшки. Я думаю, что это не важно. Они, в принципе, здесь неинтересны. Вот эти все окошки, провода, крыши и так далее, естественно, мы покажем. Ну и фонарь, соответственно, тоже. Начнем сейчас с карандашного наброска. И сначала я озвучу палитру. Она уже была написана, но я все-таки хочу кое-какую ясность внести. У нас будет использоваться желтая ухра. Если у вас... Ну, старалась подбирать такие какие-то все цвета, которые есть у всех в стандартной палитре. Ухра желтая. Может использоваться неаполитанская. Но в чем суть? Я хочу сразу озвучить, что желательно, чтобы все эти цвета были не кроющие или не полукроющие. Почему? Потому что, особенно в отношении теней. То есть, когда мы будем прописывать тени, если тень, если пигменты будут кроющие, то тень у нас не получится такой красивой, звонкой и прозрачной. Поэтому охра желтая, сиена жженая, кобальт синий, ультрамарин, у меня ультрамарин дип, лаванда, это вообще не обязательный цвет, потому что он не у каждого есть, индиго, тоже будет использоваться для теней, железоокисная, светло-красная, она бывает прозрачная, бывает непрозрачная, у невской палитры она кроющая. Если она кроющая, лучше тогда ее не использовать, то есть, можно также подключать сиену, жженую. У меня еще есть цвет такой, ред-браун, тоже аналогичный, железоокисный, то есть, в принципе, можно использовать его. Еще я буду использовать нейтрал тинт, у меня это миджелло, он такой вот немножечко в тепло уходит. И шадоу вайлет может быть, то есть, опять-таки, он есть не у всех, это тоже миджелло, он не обязателен. По большому счету, этот пигмент состоит, пигмент в составе этой краски, красный и зеленый. Если у вас есть от невской палитры изумрудное зеленое, вы можете ее смешать с каким-то красным, таким холодным, нетеплым, и, по сути, получится у вас вот этот же шадоу вайлет. Нейтрал тинт, ну, наверное, можно заменить серой пииной, опять-таки, не у всех есть нейтрал тинт, поэтому... Что я хочу сказать? Основные цвета у нас сегодня, по сути, это жженая сиена, которую я, наверное, использую везде, ультрамарин и кобальт. Если у вас нет кобальта или нет ультрамарина, но есть что-то из этого одного, это отлично и прекрасно и подходит. То есть, мы будем смешивать жженую сиену с кобальтом, с ультрамарином, и получать оттенки, которые нам понадобятся и для теней, и для потом деталей, потому что мы можем варьировать цвет, также можно использовать при желании кобальт ультрамарин, прошу прощения, и кадмий оранжевый, именно кадмий оранжевый, потому что он не дает зелени. Но вот оптимальный вариант – это жженая сиена, кобальт или ультрамарин. При смешении ультрамарина с кобальтом, с жженой сиеной, получается вот такой серый цвет. То есть, в принципе, эта смесь дает серые тона, серые оттенки, которые очень хорошо используются вот именно для проработки деталей, теней. Черный цвет я не использую вообще, он на работу, ну, скажем так, глушит и делает ее очень резкой. Этот цвет можно варьировать, плюс есть еще такой эффект, как грануляция, потому что есть у ультрамарина и у кобальта чуть меньше свойства попадать в осадок, то есть гранулировать, и, соответственно, это дает интересный эффект. В городском пейсаже особенно, то есть какая-то фактура здания. У нас здания на рейтинге довольно-таки старые, обшарпанные, соответственно, мы можем все это задать с помощью вот именно этого эффекта. Будем делать еще эффект набрызга и так далее. Будем смешивать также охру с ультрамарином, она дает тоже красивый серый оттенок. Можно с кобальтом попробовать смешать, но будет зеленее. Для вот этого здания буду использовать лаванду и железоокисную. Оно такое вот розоватое, но, в принципе, можно использовать и железоокисную, ультрамарин, чуть-чуть добавить охру. Можно взять охру, ну, с каким-то вот, с той же сиеной, может быть, добавить чуть-чуть еще туда ультрамарина. То есть что-то такое. Здесь у нас будут такие теплые цвета, в основном будем делать, пытаться делать красивые переходы какие-то. И для теней мы будем использовать, как я уже повторила, вот такую смесь, то есть темную. Кобальт с железоокисной сиеной, кобальт ультрамарин с железоокисной сиеной, что-то такое. Можно еще использовать, очень интересный эффект дает тоже цвет. Тени будут красивые, если вы будете использовать индико и железоокисную сиену. И сейчас про железоокисную сиену хочу сказать отдельно. Подготовила специально, я думаю, это будет полезно, такую вот выкраску. Это железоокисная сиена от Van Gogh. Она на пигменте PR101, то есть красный пигмент. Говорит это о том, что и она не кроющая, то есть она полностью прозрачная, что важно. Это говорит о том, что при смешении с синими зелени все-таки будет минимум. Есть у меня еще, я буду использовать ее сегодня. Есть у меня еще жженая сиена от Mijela Mission Gold. Она состоит аж из трех пигментов. Это PBR25, коричневый пигмент. PR112, это красный пигмент. И PYELO 150, это желтый, соответственно, пигмент. Три пигмента, плюс при этом в основном красками джела полукроющие. Поэтому я как-то стараюсь сейчас от них чуть-чуть отодвинуться. И, соответственно, может из-за вот этой полукроющей особенности быть не совсем тот результат, который нужен. Но, в принципе, работает она неплохо. Она более такая яркая за счет того, что в ней, кроме красного пигмента, есть еще вот этот желтый, он усиливает. Есть у меня China's Orange. Я его сегодня использовать не буду. Но, кстати, рекомендую как альтернативу интересную сиене жженой. Если вы тоже любитель смешать кобальт и ультрамарина с сиеной, то прекрасный такой выбор, она дает очень красивые серые оттенки. Ну и, соответственно, это железоокисная красная, это Ван Гог. Она на пигменте, плюс один красный пигмент, прозрачный полностью. И это Red Brown Magella, она тоже, кстати, не кроющая абсолютно, на пигменте коричневом. То есть следует учитывать, что если мы будем смешивать это с синим ультрамарином, она будет более такая фиолетовая, а здесь она будет такая более теплая, коричневатая. Ну и, соответственно, какие я буду использовать цвета. Я буду использовать Cobalt Blue, это Magella на пигменте PB28, синий пигмент. Она полукроющая, к сожалению. И ультрамарин я буду использовать от Ван Гога, у него одно пигмент. Цветафф, это PB29, он полностью прозрачный. Так, ну я думаю, что с пигментами разобрались. Больше уже времени не будет занимать на пигменты. И давайте приступим уже к рисунку непосредственно. Так, референс у нас здесь. Да, и про Shadow Violet. Вот это Shadow Violet от Magella. Если он вам как-то интересен, или, в принципе, вот вы любитель рисовать тени, он очень хорошо для этого подходит. На каких пигментах и как его сделать, я уже объяснила. То есть, либо приобрести можно готовый, либо самим смешать. Но суть в том, что для теней такой очень хороший фиолетовый. Причем он хорошей светостойкостью обладает, в отличие от многих фиолетовых. Так, ну и к построению переходим. Я возьму графитовый карандаш, наверное, потому что я так понимаю, что если я сейчас буду обычным хорошо делать набросок, то будет видно плохо. Это акварель, это не масло, не акрил, это акварель. Мы рисуем сегодня акварелью пейзаж. Я не рисую, я пробовала и масло, и акрил, и пастель. Пастель, пастель. У меня иногда русский прыгает куда-то. Сухую. Но вот как-то остановилась на акварели. Мне нравится, как она волшебно растекается. Начнем с построения. Сразу хочу сказать, что в основном стоит уделить внимание тому, что просто смотрим на форму, преференсу. То есть смотрим, как идет форма крыши, как это все повторяется, куда это все вот так вот приходит. И приблизительно компонуем, сколько что у нас места занимает. Вот если буквально провести, разделить лист напополам, то у нас придется это на торец вот этой вот конструкции, которая там торчит. То есть для себя мы приблизительно понимаем, что вот она середина здания. Линия горизонта, она у нас расположена на уровне наших глаз. Стоит учитывать сразу, что линия горизонта – это также позиция человека относительно того, где он находится. Поэтому фотографирующий, он не всегда находится в хорошей позиции. Но приблизительно линия горизонта, ну где-то вот тут у нас должна быть расположена. Соответственно, я намечаю просто... У меня, да, я прошу прощения, бумага. Бумагу я использую в данном случае среднего зерна хлопок 100%. Вот такая бумага, формат у меня 18х24, не очень большой, 300 грамм плотностью. Работать мы по-мокрому не будем, будем работать по-сухому, так будет интереснее и проще, особенно учитывая, что у нас тут, в принципе, необходимости в мокром нет. Это склейка, поэтому я лист не закрепляю на планшет, он прекрасно держится. Если у вас просто лист, вы его можете закрепить на планшет, чтобы он, соответственно, никуда не уехал. Ну, то есть я, как сказала, приблизительно середина у нас вот здесь, и я начинаю намечать вот эти вот здания. То есть здесь у нас пойдет крыша, приблизительно такой формы. Линия горизонт, как я сказала, то есть приблизительно у нас идет чуть больше 1 третий, то есть 1 третий у нас, ну, где-то... Тут у нас чуть получается больше. Ну, соответственно, где-то здесь у нас эта линия пойдет. Я пока на карандаш сильно давить не буду, потому что у меня графит, чтобы вам хорошо было видно. Поэтому я просто пока пытаюсь наметить, разметить всю эту историю. Тут какие-то есть неровные формы у нее. И вот это здание, оно у нас, ну, где-то одну, наверное, четвертую занимает всего этого. Так, оно у нас ближе к нам чуть-чуть. Ну, да, где-то так, и приблизительно вот сюда оно пойдет. Чуть-чуть я его выровняю. Так. Это у нас крыша. Я пока не намечаю здесь какие-то элементы, то есть, ну, тут у нас вот такие, какие-то части. Здесь у нас идет еще одно здание. Мы его видим чуть-чуть. Все это у нас подчиняется перспективе, соответственно, у нас все эти линии, они должны соответствовать друг другу. Так, вот здесь я чуть-чуть опущу. И вот здесь у нас еще идет одно здание. Приблизительно вот так. Так, я сейчас чуть-чуть продлю вот эту улицу. Пусть она вот сюда уходит. Так. Чуть подальше. Так. И здесь у нас просто я пытаюсь повторить формы, не прорисовывая вот прям каких-то точных деталей. Здесь у нас будет небольшой такой домик. Он приблизительно вот тут будет расположен. Какие-то детали я сейчас показывать особо не буду, то есть я просто сейчас намечаю все это. Единственное, у меня, конечно, карандаш графитный, он стирается очень сложно. Так, здесь какой-то у нас расположен балкон. Какой-то элемент окна. Тут у нас тоже есть окошки. И вот здесь тоже есть окошко. Здесь у нас расположена дверь. Еще одна небольшая дверка. И тут уже последняя дверь. Так. Что у нас еще здесь есть? Здесь есть небольшой балкон, то есть вот в этой части можно его тоже наметить сразу. Чисто схематично я его намечаю. Так, я перейду все-таки к обычному карандашу, потому что очень уж линии получаются у меня. Ну, то есть как-то так. Здесь тоже какая-то то ли дверь, то ли окно. Мы тоже потом наметим. У меня есть такая особенность. Я не очень люблю вдаваться в детали. Не потому что это плохо, просто я считаю, что лучше уделить внимание чему-то другому. То есть, да, сделать здесь вот еще тоже окно. Но если ориентироваться вот по этой линии, то оно приблизительно ей параллельно. Ну, то есть тоже помним, что оно у нас имеет какую-то перспективу. И вот здесь окошко такое уже. Самое основное побольше. Окошко. Здесь у нас идут такие, как провода, я так понимаю. Может быть, какие-то элементы, их тоже можно показать. Тоже какие-то идут провода. Тут тоже есть небольшое окошко. Можно показывать, можно не показывать. Смотрите, как вам больше нравится. Мне кажется, нету такого, что вот есть окошко, его надо показать. Если оно интересное, можно его показать. Здесь у нас идет тоже дверь. И вот этот наш фонарь. Он расположен вот здесь приблизительно на фоне окна. Когда будете компоновать фонарь, смотрите, чтобы он не попал вот на этот дом. То есть мы когда будем прорисовывать, он будет иметь все-таки контраст. И если он будет отвлекать внимание и переходить на дом, будет не очень красиво. Фонарь я пока просто схематично намечаю. Фонарь у нас тоже, конечно, подчиняется перспективе. То есть я его потом прорисую в акварели, в принципе, но вот сейчас просто какие-то разметки можно сделать. Опять-таки не обязательно копировать точно этот фонарь. Здесь у нас будут такие элементы. Мы опять же не будем пытаться повторить каждый этот элемент, но потом просто в акварели прорисуем его тонкой кистью и будет это смотреться очень даже неплохо. Так, это фонарь. С фонарем закончу в любом случае он. Так, ну и здесь у нас дорога. Можно какие-то, если для себя наметить, линии, которые здесь у нас проходят вдоль всего этого. Так, ну вроде бы все. А, и что я еще хочу сказать. Совсем будет не вредно и даже полезно, если мы сейчас наметим тени прямо в карандаше. Нам будет проще ориентироваться. То есть тень у нас тоже подчиняется перспективе. Она имеет какие-то вот эти вот выдающиеся элементы. Она не обязательно должна быть ровная. То есть когда мы будем рисовать, не надо будет стараться прям повторить точно эту тень. То есть она должна быть интересная. Она идет вот так. Переходит вот сюда. Есть у меня еще здесь такой выступающий элемент. И далее она уже спускается ниже. Тоже штучка у нее такой. И дальше она как раз переходит вот в это вот здание. То есть приблизительно... Вот здесь она у нас пойдет. Я чуть-чуть увеличила вот эту часть, чтобы у нас не была. Она совсем такой мелкой, далекой. Ну и вот тут она продолжается. Она захватывает все вот это, соответственно. и вот здесь от балкона она так же вот идет. Даже чуть-чуть. Вот так. Здесь еще есть один фонарик. Я его тоже намечать не буду. Его там по сути не видно. Он совсем далеко и никакого интереса особо не представляет. Вот здесь чуть-чуть я уменьшу вот это выступающее окно или что-то. Так, в принципе, с карандашом закончили. Я чуть-чуть сейчас клячкой приглушу фонарь вот этот. То есть какие-то совсем яркие детали, потому что у меня все-таки белое здание. и желательно, чтобы они у нас такими оставались, то есть как-то светились. Мы потом обозначим какие-то элементы, но все вот остальное. Остальное здесь можно уже как-то не пытаться что-то стереть, а вот эти вот то, что явно белое, можно чуть-чуть приглушить. Так. А кто-нибудь сейчас рисует со мной или вы смотрите в основном, чтобы я просто понимала темп? Если рисуете, дайте как-нибудь знать. Если рисуете, конечно, неудобно давать знать, но хотя бы какой-нибудь, не знаю, точечкой. Здравствуйте, здравствуйте. Отлично, с нами еще рисуют. Тогда точно, значит, я сейчас чуть-чуть буквально подожду, попробую сейчас еще сделать посветлее, чтобы вам было видно, встану заодно, посмотрю. Вообще рекомендую почаще вставать, когда рисуете, если рисуете не стоя, потому что я, например, в основном рисую стоя, и мне так проще. Я хотя бы вижу, как у меня все располагается, и это позволяет лучше ориентироваться, потому что иногда бывают сюрпризы, когда ты встаешь, и вдруг понимаешь, что у тебя немножечко что-то куда-то поехало. Это нормально, конечно, потому что когда мы сидим, у нас угол зрения немножечко меняется. Если есть какие-то вопросы или сложности, вы, пожалуйста, их задавайте, я пока подготовлю краски и на них смогу ответить. Комментарии я читаю, вижу, если кому-то мешают комментарии, их можно отключить в настройках. я пока побрызгаю краски, смочу их. У меня краски из туп. так, сейчас я поправлю расположение листа. повторяюсь еще раз, лист я не смачиваю. то есть мы будем рисовать, так вот я зря сделала, рисовать мы будем по-сухому, но будем смотреть, чтобы капля воды, которая у нас находится на кисти, то есть в кисти воды должно быть довольно-таки много, пигмента тоже, то есть где-то 50 на 50 по соотношению пигмента и воды. и мы будем стараться смотреть, чтобы у нас все-таки была мокрая довольно-таки кисть, влажная, то есть у ней должна быть вода, и эта вода должна оставаться вот у нас на той части листа, на которой мы заканчиваем, например, если мы делаем переход, чтобы у нас этот цвет оставался на листе влажным, чтобы в него добавлять другие цвета, и были плавные переходы, интересные, то есть какие-то градации цвета. Сейчас я пока тут подправляю какие-то еще элементы. Да, мы сохраним эфир, я очень... темно, плохо видно. Ну вообще странно, у меня прям свет падает буквально на... из окна, то есть окно у меня расположено здесь. давайте я сейчас попробую сделать светлее. прошу прощения за шум. Ну... да, я сейчас попробую подключить дополнительный свет а вы мне дайте знать будет ли вам лучше видно потому что вот у меня свет довольно таки яркий сейчас так а сейчас есть улучшение в плане света у меня нет не знаю не знаю не знаю ну а я не знаю но которые не 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 но мы учтем относительно youtube так ну давайте уже приступим к самому непосредственно скетчу точнее к работе в цвете кисти которые я буду использовать у меня может быть буду чуть-чуть использовать да стало светлее отлично то есть лучше сейчас видно но вот это все что я могу сделать сейчас еще попробую может быть еще чуть-чуть может быть буду использовать вот такой маленький прошу прощения в лить кисти основные которые я буду использовать у меня ван гог это синтетика мне они нравятся потому что сочетают в себе оптимальный набор воды пигмента и у них острый кончик номер 12 я буду использовать и номер восемь ну или может быть даже номер четыре сразу номер двенадцати номер четыре то не надо будет детали какие-то прорисовать может быть и буду использовать лайнер у меня пинокс номер один это синтетика можно также использовать каллиграфические кисти кстати они дают очень интересный эффект то есть такой тоже у них интересный набор воды ими можно и по-сухому какие-то делать эффекты кисти где купить ну наверное вам надо посмотреть если в россии я не знаю эта серия и эта серия ван гог серия номер сто девяносто один наверное можно посмотреть в красном карандаше в арт квартале можете посмотреть в дубл скетч я не знаю относительно именно этой серии в наличии в россии производство вот именно белки и имитации белки ван гог она есть в россии я знаю эти я покупала здесь в греции потому что у нас нету здесь белок вот белки у меня есть я ими пользуюсь но на данном этапе мне синтетика удобнее или мне удобнее каллиграфические кисти потому что они дают интересные эффекты так ну давайте начнем значит порядок работы я начну с этих вот зданий и и постепенно мы перейдем к дороге и и покажем небо небо у нас будет играть такую ну скажем так в данном случае важную роль почему потому что вот эти здания светлые и нам надо будет показать это именно за счет негативного пространства то есть показав четко небо и сделав такой как бы контур мы обозначим негативное пространство и выделим наше белок белые домики можно начать с какого-то с какой-то общей заливки взять например охру желтую много воды можно чуть-чуть ее приглушить ультрамарином чтобы был не прям такой желтый а немножечко вот он был приглушенный серым цветом так сейчас секунду почему-то какой-то раз фокус и можно слегка слегка несмотря на то что эти здания белые если посмотреть внимательно на референс то мы все же видим что на нем все таки есть ну какие-то теплые тона поэтому если мы чуть-чуть вот таким образом сделаем ну скажем так небольшую подложку такую довольно таки влажную и теплую то лишним это не будет то есть я лист повторюсь не особо смачиваю но какие-то теплые тона можно задать вот таким вот образом то есть оставляю оп таким образом это все сейчас я возьму салфетку сразу и вам рекомендую и переходим уже к вот этому зданию непосредственно сейчас не смотрим на тени а именно показываем какой-то цвет я беру сиену жену охру можно если мне попадет сиена не страшно то есть какие-то теплые оттенки которые сейчас будут интересны сразу говорю что все оттенки которые беру они будут варьироваться смешиваться между собой и в итоге у нас будет такой вот разнообразный оттенок то есть просто заливаю вот это все здание обхожу вот эту часть это светлая все-таки часть можно немного сразу добавлять где-то ультрамарин он такой пусть какую-то холодность придаст дополнительную потому что если вы обратите внимание здесь есть холодные тона тоже самая светлая часть у нас будет перед тенью перед окном то есть мы можем сделать ее вот буквально такой здесь у нас уже будет более теплый оттенок перед тенью сиена женая и стараемся просто варьировать оттенок где-то немного добавляем в сиену женую ультрамарина чуть-чуть холодным прям очень это не делаем где-то можно сделать сухой кистью какие-то моменты не заходим главное на это здание поэтому мы работаем по сухому чтобы у нас все же сохраняла все это интересный какой-то цвет то есть как видите я просто смешиваю те оттенки которые у меня есть на палитре и немного можно добавить вот здесь железо окисный пусть он тут подрастечется по возможности стараемся все это добавляю чуть-чуть ультрамарина вот сюда книзу по возможности стараемся это быстро закрыть здесь чуть-чуть выберу но по большому счету вот это здание на теплой просто учитывая что у него есть тень мы 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 эфир да останется если я что-то не вижу я постараюсь все таки я смотрю одним глазом то есть стараемся вносить просто разнообразие какие-то эти оттенки и сейчас я беру просто чистую кисть с водой и делаю набрызг стараюсь у меня если сюда полетит не страшно смотрите что просто это в небо не летело это будет как бы создавать такой эффект состарившегося старого такого обшарпанного здания улице в таких городах как правило Испания Италия Греция они такие претерпевшие уже какие-то вековые трудности чуть-чуть беру еще ультрамарин на кисть и тоже делаю набрызг вот в этой части спасибо большое да эфир останется и я перехожу вот к этой части небом мы займемся потом я хочу чтобы высохли здания а еще чуть-чуть возьму ультрамарин сиену жону чуть-чуть вот здесь у меня здесь уже подсохло но ничего чуть-чуть здесь можно смочить заранее можно усилить вот эти вот моменты на крыше то есть опять таки я прям не прорисовываю всю эту детализацию каждую там которую мы видим каждый там какой-то элемент архитектуры я просто показываю форму тени и тень мы будем делать во второй заход то есть это будет у нас сейчас первая заливка основная так ну и все собственно оставляю пока так можно еще чуть-чуть побрызгать вообще я очень люблю брызгать так и можем переходить к вот этому зданию как я уже говорила можно взять как видите я прям сюда добавляю то есть в тот цвет который у меня уже есть можно взять железоокисную добавить туда лаванду если у вас нет лаванды добавьте туда ультрамарина чуть-чуть и можно чуть-чуть добавить охры получится вот такой вот такой вот цвет и я этим цветом закрываю это здание опять же где-то беру чуть-чуть ультрамарина вот в этой части здания чуть-чуть будет холоднее пусть эти цвета друг друга перетекают и создают какие-то интересные эффекты если у вас есть где-то пробелы это вообще не важно можно даже где-то оставить эффекты сухой кисти смешиваю чуть-чуть ультрамарина и сиену жоную это наш основной замес то есть в принципе основной цвет сегодняшней работы это он и вот в этой части чуть-чуть затемняем не обязательно точно повторять этот цвет возьмите тот цвет, который у вас есть чуть-чуть идентичный то есть это такой розовато-бежевый средний такой холодности он не очень холодный, не очень теплый но что я хочу сказать он все-таки немножечко темнее то есть он холоднее будет чуть-чуть и темнее здание которое вот здесь это здание оно гораздо светлее и ярче поэтому мы опять я смешиваю ультрамарин железоокисную и немного охры и вот здесь я уже хочу чуть-чуть уплотнить как я уже говорила я не копирую полностью работы поэтому тут пока по мокрому можно взять чуть-чуть добавить сюда нейтрал тинт ну или серую пену что у вас есть как-то чуть-чуть можно показать окошки они тут есть можно просто вот какие-то акценты небольшие сделать мне пока не прорисовывая и вот тут у нас дверь можно тоже аккуратно по мокрому ее обозначить ванны мы пока не трогаем и вот эта часть вот эта часть она теплая тоже я просто беру остаток того пигмента который у меня вот здесь остается на кисти немножечко вот здесь потому что такие холодные тона добавляю ультрамарин и далее просто все это списываю вот таким вот образом то есть просто оставляю где-то даже светлое потому что видите там какие-то блики есть спасибо большое я действительно очень рекомендую вот эту смесь конечно на вкус и цвет товарищи как там любителей нет действительно ультрамарин и сиена когда варьируются они на мой взгляд вообще идеально просто очень красивые эффекты дают вот можно где-то выбрать я знаю что бывает бумага не позволяет выбирать это нормально это случается особенно если это не весь хлопок поддается хорошо зависит от пигмента но тем не менее если у вас целлюлоза там попроще чуть-чуть но если не выбирается то не выбирается не пытайтесь очень уж сильно там тереть потому что можно создать грязь как осталось так осталось это этюд вот здесь я например перетемнела я сейчас попробую чуть-чуть подвыбрать вот но в целом там тоже какие-то есть элементы я чуть-чуть просто тон потемнее возьму это все тот же нейтралтин с остатками того что у меня было и вот так оставлю то есть не буду уже здесь мучить это несчастную дверь так ну и теперь можно уже переходить непосредственно к вот этой части а потом мы спустимся сюда чтобы руку не класть на мокрую дорогу опять таки ультрамарин сиен сиена жженая более теплый цвет не такой уж прям холодная потеплее больше сиены немного воды на кисточке и и обозначаем теневую часть вот эту вот торца вот этой крыши не очень сильно то есть буквально вот где-то больше ультрамарин там прям холодная так а вот эту я не то что оставляю прям чисто белые но беру чуть-чуть добавляю в эту смесь охры hello и утепляю чуть-чуть таким вот образом оставляю посветлее здесь вот это здание я практически сейчас не трогаю все вот эти детали окошки и так далее мы добавим позже беру теперь перехожу к крыше беру просто сену жженую можно чуть-чуть у нее железоокисной добавить чтобы она была более такая красноватая воды у меня на кисти сейчас мало но я сейчас я не хочу чтобы она выдавалась вперед если этот цвет у нас вылезет вперед то получится что у нас чуть поменьше возьму кисть получится что у нас просто эта крыша сразу переключить на себя все внимание нам это не надо поэтому просто этот цвет я пока наношу вот таким образом растягиваю где-то тут у меня попал ультрамарина это чудесно то есть не обязательно можно какие-то наметить не знаю такие элементы и все эту крышу я больше не трогаю пусть она остается мы потом проработаем ее и разберемся с ней здесь у нас окошко можно слегка его наметить добавить чуть-чуть больше ультрамарина в эту же смесь сиеной жены и как-то там обозначены может какие-то рефлексы могут быть также можно сразу обозначить вот это окошко оно довольно таки светлое тут я беру смесь опять таки которая у меня была сиена ультрамарин там чуть-чуть охра еще и можно наметь вот эти сразу окошки они тоже светлые мы потом к ним просто не будем уже возвращаться можно где-то взять больше сиены чуть-чуть добавить яркости так сразу можно показать значит у нас вот здесь идет балконная часть вот эта часть здания она такая чуть чуть темнее я просто беру ультрамарин вот эту смесь немножечко где у нас была сиена ухра и ультрамарин и далее я просто этот цвет размываю и оставляю здесь такой немножечко более холодный цвет пусть будет какие-то контрасты здесь мы потом покажем балкон можно сразу показать вот эту часть балкона она тоже у нас тут но опять же я не буду прямо весь этот балкон прописывать охра с ультрамарином немного сиены и потом уже пропишем эти детали я здесь просто пока намечаю намечаю у меня формат не очень большой поэтому конечно так окошки наметили можно чуть-чуть наметить вот эти окошки они пока у нас и двери они это нейтрал тинт и немного сиены они потом подвысохнут пока мы будем заниматься дорогой я их не делаю прям очень светлыми они довольно таки контрастные так и вот эта дверь она прям возьму чистую сиену для начала здесь я чуть-чуть наметила нейтрал тинт и чуть-чуть ультрамарина сюда просто добавляю чтобы вот она как-то перетекла сверху чуть-чуть выбираю цвет чтобы он был поинтересней и оставляю так все потом этой дверью займемся она не так важно по сути и переходим далее давайте пока займемся небом потому что все-таки это кисть синтетика это синтетика ван гог номер 12 серия 191 очень удобная кисть в плане того что у нее есть оптимальный набор такой воды пигмента так я сейчас уберу отсюда лишнюю так и сейчас вот как раз мы будем показывать негативное вот это пространство то есть небо я беру кобальт синий прям чистый можно чуть-чуть в него добавить лаванды ну хотя вот и этим цветом мы будем закрывать небо смотрите если он кажется вам слишком ярким в любом случае стоит учитывать что акварель она у нас может чуть-чуть в чуть-чуть туда ультрамарин добавить или индиго даже да лучше добавьте индиго и кобальт синий чуть-чуть чуть-чуть индиго и кобальт синий и я начинаю показывать небо то есть вот я как раз показываю это негативное пространство которое задает форму собственно вот всем этим зданием делать это стараемся аккуратно чтобы не пройтись по крыше ненароком так и аккуратно проходимся где у нас вот эти здания белые чуть-чуть воды побольше чтобы не было пятен главное не давайте сохнуть то есть вот как я говорила должна оставаться какая-то капля которая позволит здесь можно чуть-чуть оставить пробелы у здания не какого-то могут быть дальше у нас идет фонарь где-то его чуть-чуть обхожу а дальше мы смываем кисть и начинаем этот цвет растягивать к низу то есть он у нас становится светлее вот здесь фонаря тоже он присутствует и мы просто этим цветом делаем ну такой скажем градиент вот здесь еще чтобы подчеркнуть контур пусть его будет видно а вот здесь он становится светлее на фонарь заходим он все равно будет черный на фонарь заходим он все равно будет черный так вот здесь я попала на здание что не есть хорошо и здесь просто размываем весь этот цвет чтобы он равномерно распределился по листу можно сделать какие-то где-то выбрать что-то чтобы не было более все интереснее главное если она у вас уже сухое то лучше особо так что вот здесь у меня уже подсохла я сюда зря залезла ну ладно чуть-чуть еще усилил вот здесь чтобы выделить здание ну и все оставляем если у вас где-то тоже затекает на доме кто возьмите салфетку чистую сухую и промыкните аккуратно показываю еще раз вот здесь негативное пространство бумага у меня бумага у меня вот такая такая она не очень популярная но хороший хлопок 300 грамм среднее зерно так любая бумага подойдет эту работу можно делать прекрасно даже на целлюлозе потому что она у нас не по мокрому начинаю заливку вот этой части охра с ультрамарином вот здесь чуть больше ультрамарина и вот чтоб у вас оставалась капелька смотрите чтоб у вас было мокро и сиена 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 жена и ультрамарина здесь прям потемнее здесь у нас тень заливаем пока эту дорогу мы здесь все равно будем еще прокладывать тень чуть больше ультрамарина здесь пусть она будет такая разнообразная можно чуть-чуть здесь уплотнить пусть эти цвета друг друга перетекают смешиваются просто стоит помнить о том что вот здесь она посветлее туда еще попадает свет и я видите просто беру все что у меня на палитре а на палитре у меня как я уже говорила у меня ультрамарин сиена жены здесь чуть потеплее смешивать прямо на бумаге пусть она будет такая вот какая то не знаю поинтереснее эта дорожка здесь около вот этого здания темно здесь чуть потеплее сиену добавляю чуть-чуть с ультрамарином можно где-то выбрать пожалуйста пятна это да пятна когда случаются лучше всегда держать под рукой какую-то салфетку здесь я хочу добавить больше сиена пусть будет прям такой теплый оттенок а вот здесь я хочу сделать чуть холоднее пока у меня мокро если у вас сохнет или аккуратно смачиваете это кистью или опять беру сиену с ультрамарином потемнее пока влажно можно чуть-чуть какие-то можно конечно это выбрать но я не думаю что сейчас выберется по крайней мере у меня за окном 31 градус плюс бумага сохнет очень сильно и очень быстро и будет сложно выбрать но попробуйте если хотите сделать такие эффекты если у вас температура позволяет бумага держится дольше какие-то можно выбрать местами можно чуть-чуть взять здесь еще ох ну чтобы был просто более такой подсвеченный участок так ну и пока у нас тут не высохло я опять беру кисть чистую уже с водой и делаю опять наброск на дороге наброск смотрится отлично обычно если уже где-то подсыхает в данном случае брызгайте не так а на себя то есть ваш под кистью и отбрызгивать это как бы на бумагу но не на небо потому что если мы сейчас набрызгаем на небо будет не очень хотя конечно это не смертельно нормально морочновато к тени же мы же еще и не закончили так и сейчас можно сразу пока здесь еще влажно занят с тенями давайте я очищу палитру чтобы вы видели четкий замес тени потому что собственно у нас тут тень это такой самый важный момент может быть у меня по-прежнему темно поэтому кажется мрачноватым я не знаю такой свет из окна так если у вас если кто-то сейчас рисует воду лучше поменять я прошу прощения сейчас буквально секунду я поменяю воду сейчас в принципе уже работа практически идет к завершению мы сейчас наметим тень наметим какие-то детали и фонарь нарисуем и тень а значит тень у нас идет вот здесь как я уже говорила дорогу мы пока не трогаем она принципе так темная но стремимся вот к подобному оттенку беру сиену жженую можно сразу больше себе намешать не очень густой замес то есть водичка должна быть тоже ультрамарин больше ультрамарина тень такая холодноватая у нас такой вот серый я вам сейчас его покажу можно его немножечко разнообразить добавить еще чуть-чуть сиены вот он будет такой то есть при прозрачности так и вот здесь я дополнительно намешаю просто ультрамарин так тут чуть-чуть мне не хватает как-то теплее хочется можно даже взять уберем ультрамарин оставим ультрамарина здесь так я прошу прощения давайте возьмем кобальт синий и его смешаем сиены будет более интересный цвет для тени да вот такой серый чуть-чуть еще кобальта пусть будет чуть похолодней тень холодная по большому счету в этой части и вот здесь она уже теплее здесь тень холодная чуть-чуть еще сиены так ну поехали значит намечаем эту тень если вдруг что-то пошло у вас не так ну допустим вы хотите прорисовать от элементы что-то пошло не так не переживайте оставляйте вот так как есть пусть он пусть он у вас там каким таким остается какой получился иначе просто можно смазать и смотрим чтобы эта тень вот в этой части она у нас прозрачная то есть стараемся ее не кроме того она не очень ровно я здесь чуть-чуть беру ультрамарина то сейчас у нас такая самая в принципе ответственная часть задания здесь чуть-чуть потемнее еще одна небольшая такая тенюшка выделяется может быть я слишком приблизила к окну ну да ладно окно в карандаше кстати его всегда можно чуть-чуть сделать и чуть-чуть больше сиены я чуть-чуть взвену окно и вот тут у меня пойдет тень смотрите чтобы она была прозрачная главное остальное все форма какая-то она может всегда варьироваться у нас не может быть везде одинаковая форма добавляю чуть больше сиены жены вот здесь тень становится темнее теплее прошу прощения и интуитивно пытаемся варьировать тень то есть смотрим где она холоднее где теплее какой у нее характер смачиваем чуть-чуть заранее вот здесь чуть-чуть еще добавляю кобальта вот в этой части здесь тень уплотняется можно добавить чуть больше сиены и здесь она становится теплее то есть я прохожусь здесь большим добавлением сиены но верхняя часть тени желательно должна быть прозрачная вот здесь я так чуть-чуть пишу потому что мне очень понравился эффект не захожу на это здание пока так у меня чуть-чуть ускорюсь потому что у меня очень сохнет бумага добавляю еще больше кобальта пусть они все перемешиваются ультрамарин и сиена жены вот в этой части темно и вот здесь эта тень становится такая совсем темная то есть ультрамарин и сиена жены прям буквально вот она здесь максимально темная но вот здесь еще пока светлая то есть посветлее чуть-чуть и у нас сразу вот эти светлые здания они выйдут на передний план еще чуть-чуть вот здесь потеплее сейчас кажется это все темным краска она высохнет ультрамарин сиена жены краска она высохнет и будет казаться не такой темный потом это будет видно и здесь у нас тоже темно рекомендую тоже сделать небольшой наброск на тень хуже не будет потому что тень тоже как видите там где-то что-то просвечиваются какие-то камни почему нет так оставляю и перехожу к этой части здесь беру больше кобальта здесь тень становится уже такая более холодная сейчас я попробую цвет ну да где-то такой вот цвет такой сероватый можно чуть-чуть еще ультрамарина похолоднее сделать чтобы она все-таки как-то сочеталась у нас чуть-чуть еще добавлю сиен можно чуть-чуть добавить железоокисное чтобы она стала чуть холоднее еще какой-то такой мне кажется сероватый и я предварительно чуть-чуть вот здесь смочу чтобы просто обеспечить такую плавность перехода и аккуратно обозначаю эти тени мы их собственно делали в карандаше сразу вот опять говорю про эту каплю чтобы она никуда у вас резких не было переходов и прям вот эту всю часть вместе с дверями мы закрываем этим цветом пусть будет резкая такая тень вот здесь прям я хочу кобальта чуть-чуть добавить она прям такая синяя вот здесь кажется может быть это не видно вам на видео но в референсе если посмотрите она прям так и вот сюда она у нас уходит размываю всю эту тень ярко и слишком сильно не делаю пусть она остается прозрачной вот здесь можно чуть-чуть охладить и прямо закрываю вместе с дверями со всем этим делом они там тоже в тени и снизу она еще темнее то есть этот же цвет можно чуть-чуть охра добавить в ту смесь которая у нас была и чуть-чуть вот такой вот оттенить потому что ну по крайней мере я там вижу какие-то теплые оттенки и мне кажется так будет даже интереснее на балкон она кстати тоже попадает балкон мы еще потом там прорисуем и будет более четко так все все в принципе на этом можно остановиться и подсушить все это и перейти к деталям я сейчас подсушу это феном чтобы ну не было у меня нигде мокро потому что нам будем рисовать детали нам это понадобится если хотите еще можно сделать чуть плотнее вот эту часть пока здесь тень мокрая сиена жженая и кобальт можно чуть-чуть уплотнить вот эту часть дороги то есть тоже так полупрозрачно я не делаю прям каких-то явных акцентов чуть-чуть как бы это лисернуть заставить такой плавный переход пока здесь мокро здесь такие прям четкие линии можно их тоже наметить и пока еще мы здесь здесь влажно можно чуть-чуть добавить теплого света пусть он здесь так оставляю все это дело чтобы уже не замучивать беру фен и и буду сушить если вы не любите шум выключите звук или давайте лучше я сейчас заберу работу на секунду и подсушу ее и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Мы их решим. У меня тут уже забрызгано все, что можно. Я с удовольствием на любые вопросы отвечу. И мы перейдем к деталям, чтобы уже, как говорится, успеть все это вовремя закончить. Референс. Так, у меня здесь под рукой. Детали я буду рисовать кистью поменьше. Каллиграфически я сегодня использовать не буду. Думаю, что в этом нет необходимости. Я пока здесь опять намешаю свой... В принципе, мы с вами рисуем одним и тем же цветом. Все это или кобальт сиены, или ультрамарин сиены, жены я имею в виду. И получается вот такие вот... Можно чуть-чуть добавить нейтралтин, сделать потемнее, и чуть-чуть еще ультрамарин. Пусть будет такой холодный. Такой серый, грязный. Но он не грязный на самом деле. Цвет, когда высыхает, он красивый. По мне. И буду уже сейчас заниматься деталями. Начну вот с этой крыши. Покажем окошки. Чуть-чуть проработаем, может быть, вот эту крышу. Не хочу, чтобы она вылезала сильно вперед. Какие-то здесь обозначим детали. И у нас останется только фонарь. Можно смешивать индигу с сиеной. Тоже будет интересный оттенок. Серый. И перехожу вот к этой части. То есть обозначаю какие-то... Детали. Своей гигантской кистью. Где-то добавляю просто побольше сиены, чтобы подвыделить немножечко. То есть, опять же, я... Это моя политика. Я никого к ней не призываю. Но я не прорисовываю досконально все, что я вижу. Я пытаюсь показать форму. То же самое с окнами. Я никогда не пересчитываю окна. И я думаю, что никто этим не занимается. Потому что вы, например, взяв какую-то, мне кажется, фотографию, никогда в своей жизни не считали окна на зданиях. Если эта фотография включает в себя дома, здания, что-то такое. То есть, вряд ли вы будете говорить, так, сколько же здесь окон. Поэтому, когда мы передаем какие-то идеи... Я вот здесь чуть-чуть добавлю сиены, пусть она так интересно тут расползется. Я сейчас ее размою. А здесь оставлю светлым. Какая-то фактура. Можно сухой кистью, кстати, чуть-чуть прошуршать. Так, крыша. Пока у вас там влажно, вы можете добавлять какие-то элементы. А вот здесь чуть-чуть я буквально пройдусь тоже сиеной. Потому что я не вижу, если честно, здесь, может быть, я плохо вижу. Но я здесь не вижу каких-то особых элементов в этой части. Поэтому чуть-чуть, единственное, может быть, я уплотню вот здесь часть. Вот эту тонну тут побольше добавлю. Чтоб она вот... Боковая часть у нас все-таки как-то выделилась. Здесь вообще здание светлое. Я ничего с ним делать не буду. Может быть, единственное, возьму чуть-чуть вот прям... Легкий-легкий цвет такой. И чуть-чуть вот в этой части... Ну, вот буквально капля какая-то охрая с ультрамарином. И чуть-чуть вот здесь... Ну, такой, скажем, объем задать. Но я не буду прокрывать это здание, чтобы оно у меня не стало серым и не потеряло вот это свое сияние. Я специально их как-то увеличила, чтобы они смотрелись чуть-чуть более выраженно. Выражено. Так. Давайте прям по ходу работы ее и завершать. Так, что-то у меня с кистью. Небольшие акценты вот здесь на окнах. Я сейчас взяла кисть номер 4, она чуть поменьше. Сразу можно сделать небольшие акценты вот в этой части, где вот это окошко. И тем же цветом, которым я говорила, где я уплотняла вот эту часть, я чуть-чуть уплотняю вот эту. Если вы посмотрите на референс, вы увидите, что там, ну, такая вот... Чуть более теневая часть присутствует. И можно просто вот такую небольшую растяжку... Легкую-легкую сделать. Пусть это здание, оно вот в этой части все-таки больше в тени находится. Так. То же самое все ультрамарин сиян и жены. Чуть-чуть усилию крышу вот здесь. Можно... Чуть-чуть вот здесь какие-то элементы добавить на крышу. Как мы видим, там тоже есть такие. Но опять-таки, вот именно этой крыше не стоит уделять большое внимание, потому что тогда она просто действительно вылезет у нас вперед и не даст нам жизни. И не даст нам показать тени. То есть у нас акцент все-таки на тени. Сейчас еще фонарь появится и вообще будет праздник. Так, все, оставляю крышу. Смучаю. Так, можно чуть-чуть добавить что-то теплое здесь. Балкон. Можно взять просто нейтрал тинт. Или тот же цвет, которым мы рисовали, тени. И я не хочу, опять-таки, его сильно выделять, потому что он все-таки у нас вдалеке, и никто его там толком не видит. Но можно какие-то прорисовать элементы. Ну, то есть дать понять, что там балкон. Но не вдаваться в подробности. У балкона там уже какое-то светлое вот здесь пятно. Возможно, это входная дверь, что самое логичное, что пришло мне в голову. Поэтому я просто вот такое небольшое сделаю пятно. Какие-то тоже темные пятна. И чуть-чуть можно сиены. И все, я не буду больше ничего здесь с ним делать, с этим балконом, чтобы он не вылезал вперед. Иначе можно... Так, вот здесь тоже небольшое пятно. Практически черное на фотографии, но я его сделаю таким, опять же. Вот это тот же цвет, с которым я работаю. Ультрамарина Женая Сильяна. Можно чуть-чуть. Там не сможет еще задать какие-то линии. То есть страшного ничего в этом нет. Все эти контрасты, они тоже потом какой-то эффект создадут. Так, здесь... Не очень темный цвет, потому что переключать внимание на ту часть не хочется. И можно аккуратно вот здесь тонкой-тонкой кистью, даже вот не касаясь прям всего. Я не буду делать балкон белым. Показать какие-то там элементы, что там есть балкон. Там что-то темное есть. Опять же, я не показываю это прям темным-темным, а просто непонятно, что там. Мы чаще всего сидели, что там вдалеке. Прошу прощения, это не я. Это... Греческие торговцы. Чуть-чуть вот здесь можно затемнить, и сразу я его растяну. Чтоб не сильно уж прям... Я не пыталась прям этот балкон там повторить точно, как он находится сзади. Ну, просто обозначу что-то как намеку, как я это вижу. Так. Еще чуть-чуть подчеркиваю окошки. Подчеркиваю чуть-чуть вот эти двери. Немного больше сиены, чтобы вот эта дверь как-то засияла. Опять-таки, без каких-то подробностей. Чуть нейтронтинт вот здесь. Можно какую-то фактуру. Даже вот если там от двери какая-то часть растечется, это не страшно, чтобы дверь как бы тоже не висела в воздухе. Так, легким каким-то совсем цветом. Тут у нас какие-то элементы. Возможно, это... Ну, какие-то провода, фонарики, не знаю, что-то там такое висит. То есть, опять же, не обязательно прям четко все это показывать. Просто намеками. Тут могут быть какие-то элементы провода. Точки, полоски, пусы. Так. Переходим еще чуть-чуть. Беру нейтронтинт. Кобальт. Сиена шонар. Переходим к вот этой части. И обозначаем вот эту дверь. Обозначается она просто. По сути, это такая темная полоска. Можно какие-то, ну, там, не знаю, добавить элементы, если хочется. Можно еще чуть светлее там, вдалеке, еще что-то показать. То есть, вот эти все точки, какие-то маленькие элементики, они, в принципе, собирают работу в кучку. В какую-то интересную такую. Так. Так. И Вот здесь мы намечали окошко. И я его сразу Размон. Так. Все те же цвета у меня. Тут у нас идут провода. Тоже просто схематично, не расписывая какие-то уж прям там детали. Здесь есть какие-то два элемента. Можно их, в принципе, наметить. Ну, просто вот, чтобы показать, что там еще что-то присутствует и размыть. Вот здесь можно легким каким-то цветом тоже обознать, что, возможно, здесь идут провода. У нас тут все-таки фонарь подключен. Почему-то уже он подключен. Тут немного добавить. Так. Я влезла в краску. Одну теску я вытру руку. Вот. Добавляем. Здесь. Так. И переходим к фонарю. Беру Нейтрал тинт. Намечаю фонарь. Вот такая довольно широкая вот эта часть. Тут какой-то элемент. Опять-таки, если вы не любите, например, рисовать фонари, и это для вас сложно, попробуйте упрощать. Не пытайтесь высмотреть деталь каждую. Смотрите просто форму, как он там вот расположен, да, и пытайтесь ее повторить, чтобы не было вам, то есть, чтобы это не превратилось вот в сильные какие-то сложности. Где-то доводим до конца линии, где-то нет. Я сейчас пытаюсь. Тоже смотрю на форму, на референс. Смотрю на то, что вы пишете. Смотрю в окно, как светит солнце, и рисую фонарь. Если остались какие-то белые части, пусть они останутся, он тоже может сиять, все-таки фонарь это же не что-то такое. В нем тоже может отражаться свет, тень. Какие-то могут быть рефлексы. Так, и сейчас я чуть-чуть возьму охры. Много-много воды, вот буквально, чтобы у меня, у меня тут охра смешалась уже с ультрамарином, но я аккуратно вот в этой части. Там, знаете, такой вот прям... Я даже чуть-чуть добавила каплю кобальта, и вот сейчас аккуратно провожу, чтобы она у меня не смешалась тут с этим. И пытаюсь показать вот эту вот внутреннюю часть. То есть там все равно он как-то просвечивает, в нем может отражаться небо. Здесь вот он такой прям... Какой-то темный имеет оттенок. Здесь вообще можно выбрать. Так, фонарь готов. Считаю необходимым добавить проводов. Мне кажется, в городском пейзаже вот прям какие-то такие контрасты и элементы, они никогда не повредят. Так, это моя рука. Окунается в краски. Можно вот здесь, значит, вот здесь у нас еще окошки, я уже уснула. Чуть-чуть сиены больше и обозначаю вот это окошко. В этой части оно темнее, какой-то он такой. Тут какие-то тоже элементы. Можно их показать, можно не показывать. То есть, если очень кажется, что может быть ярко, или может быть какие-то там лишние точки могут помешать. Сейчас еще вот здесь чуть-чуть по крыше пройдусь. То не показывайте. Но если есть страх, что можете сейчас что-нибудь испортить, то не надо. Так. И вот это окошко я возьму... Я его не заявляла. Возьмите какой-нибудь темно-зеленый. Я вот возьму Forest Green. Может быть, мне кажется, оно как будто зеленоватое. Но хуже не быть, там все равно тенево не видно. И я буквально вот каким-то намеком показываю это окошко. Оно все-таки такое темное. Оно из-под этой тени, мне кажется, все-таки выдается чуть-чуть. Аккуратно можно наметь какие-то ставни. Но здесь чуть потемнее сделать. Вот. И в принципе, я это окошко больше не трогаю. Так. Что еще можно добавить? Ну и какие-то мелкие детали. Например, там, например, можно чуть-чуть подвыделить дверь. Можно чуть-чуть туда капнуть же для зоописного. Чуть-чуть подчеркнуть улицу. Подчеркнуть вот эту часть здания. Потому что здесь более такой четкий какой-то момент. Ну, как я уже говорила, можно какие-то наметить линии дороги. Почему нет? Я все теми же цветами делаю. То есть ничего я не меняю. У меня все те же замесы. Просто они варьируют чуть-чуть. По тону. Так, вот здесь, может быть, тоже какое-то другое здание выглядывает. Я чуть-чуть так намек сделаю. Не буду уже тут усложнять. И мне хочется немножечко, мы уже заканчиваем работу, мне хочется немножечко усилить вот это здание. Я возьму сейчас железоокисную с ультрамарином. Добавлю опять-таки туда охра. Много охра. Так, сейчас. Вот что-то такое. Я буквально вот какими-то такими мазками хочу просто вот какую-то добавить фактуру, состаренность что ли этому зданию. То есть оставляю и свет, но оставляю фактуру. Вот где у меня она получилась, просто сухая кисть. Где-то может быть каких-то теней. И чуть-чуть хочется вот здесь усилить. Но опять же, я не буду ничего закрашивать. Я просто вот, ну, какие-то делаю намеки. Можно чуть-чуть даже туда добавить железоокисный такой тепленький цвет, чтобы получилось чуть-чуть. Как-то так. Пусть оно будет по фактурнее, а то оно прям такое... Чуть-чуть еще нейтрал тент. И вот здесь можно усилить тень. Потому что в любом случае оно в этой части не на цвету. Рискну даже побрызгать еще. Тут все равно мокро, и пока эти эффекты возможны. Вот, в принципе, мы и закончили. Вот здесь еще я пропустила такая вот элемент идет у крыши. Ну, не у крыши, а вот этот вот выступ. Я его сейчас обозначила. Слишком ярким вот здесь, мне кажется, свет. Да, он яркий по референсу, и там прям самый свет, но я чуть-чуть вот хочу... Ну, тон такой добавить небольшой. Пусть все-таки будет белый, но с каким-то подтоном. Пусть он тоже так выделяется. Также можно вот здесь чуть-чуть крышу оттонировать. Ну, это я уже начинаю... Так, вот, в принципе, все. Я думаю, что можно на этом работу закончить. Цель у нас была контрасты, свет. Можно даже вот салфеткой побаловаться. Вообще, балуйтесь. Я считаю, что акварель, она действительно любит, когда с ней экспериментируют. Все вот набрызги, сухие кисти, какие-то эффекты. Возьмите пульверизатор, побрызгайте. Ну, ничего же от этого не изменится и не потеряется. Но, может быть, я вот здесь еще чуть-чуть хочу сделать намек на какие-то провода. Ничего же от этого не изменится и не испортится. То есть, ну, может быть, вы для себя откроете какие-то интересные приемы. Не бойтесь рисовать, портить листы. Они для того и покупаются нами, чтобы мы учились на них и все мы учимся. До бесконечности можно себя совершенствовать, что-то пытаться. Я стараюсь как можно больше делать каких-то экспериментов. Вот в данном случае я хотела показать именно тень. Вначале, может быть, казалось, что такой вот референс, просто черное пятно, но у нас все-таки здесь оно не совсем черное. Если хотите, еще можете себе, я уже не буду сейчас это трогать, потому что уже все-таки прошло довольно-таки много времени эфирного. И можно еще здесь уплотнить, если вы чувствуете в этом необходимость, если вам кажется, что должно быть темнее. Не ориентируйтесь четко на этот референс в том плане, что вот он у меня, вот здесь все черное и вообще ничего не видно. Если бы это фото, если бы вы стояли здесь и сделали эту фотографию, поверьте, вы бы прекрасно видели дорогу и вот это здание, вы бы видели, тень была бы даже, наверное, еще прозрачнее. И это здание, возможно, кажется посветлее. Это все-таки камера, у нее есть свои разрешения, свои настройки и не всегда стоит четко, поэтому я и говорю, следовать референсу. Смотрите, как вам это видится, смотрите, как будет правильнее и лучше с точки зрения света. то есть посмотрите, стоит ли, например, затемнять так сильно, если даже вот вам кажется на референсе, что это очень темно. Какого цвета тени? Тени у нас обычно цвета и рефлексов от здания, окружающей среды, и от неба рефлексы, и все это вместе какое-то дает сочетание и получается своего рода вот тот самый цвет тени. Тени могут быть холодные, теплые, то есть старайтесь больше наблюдать за тем, как это выглядит в реальности, то есть смотреть больше, вот как это выглядит на улице, как это выглядит натура, потому что фотография, она действительно искажает. Я, например, много раз наблюдала, что я знаю это место, я вижу его фотографию, но в реальности, например, оно выглядит совсем иначе с точки зрения света, теней и так далее. Поэтому самое главное, это лучше наблюдать за натурой, если есть такая возможность. Не обязательно рисовать вот прямо на улице, если нет такой возможности, но хотя бы смотреть. Вот идете, наблюдаете за тенями, наблюдаете, как свет, как падает тень. И это мое исключительно мнение, не пытайтесь уделить все внимание деталям, а при этом забывая вот про основную идею. То есть у нас основная идея была данной работы, повторюсь, в чем? Контрасты. Свет, тень, негативное пространство в виде неба, которое у нас подчеркнуло и это здание, выделило как-то эти и привлекает вроде на себя внимание, но в то же время мы отправляемся вот туда посмотреть на эту тень. Здесь какие-то тени. То есть я не пририсовывала здесь окошки, например, но вы же прекрасно понимаете, что здесь есть окошки. Это мое личное восприятие. Я не могу не агитирую так действовать, но думаю, что это вполне помогает, особенно если вы только начинаете и развиваете свои навыки, то главное это вот внимательность и именно уделять внимание свету и тени. Я буду эфир потихонечку заканчивать. Эфир я сейчас буду всеми способами пытаться сохранить. Если у вас какие-то еще вдруг останутся вопросы, пишите их в комментариях под эфиром. Я на них обязательно отвечу. Буду рада, если вы ознакомитесь с моим курсом, который, напомню, в воскресенье мы его еще проанонсируем в профиле Дудован Скетч. И, возможно, вас заинтересуют пейзажи. Там природа больше, то есть не город мы будем рисовать, а природу. Скетчи и, напоминаю, как я уже говорила, классическую какую-то такую более акварель стандартного происхождения. То есть можем и поскетчить, а можем уже попробовать именно в акварели поработать. Надеюсь, эфир вам понравился, был полезен. Если будете рисовать эту работу, обязательно отмечайтесь, отмечайте Дудован Скетч, отмечайте меня. Я с огромной радостью буду смотреть ваши работы. Мне будет безумно приятно. Очень рада, что, несмотря на то, что сегодня рабочий день, вы все были здесь со мной в эфире. Спасибо вам огромное за поддержку. Огромное спасибо за то, что писали приятные комментарии. Хороших вам выходных, чудесного вам настроения. Рисуйте как можно больше, как можно чаще и никогда не думайте о том, что у вас получится в процессе. Вот единственное, что бы я хотела всем посоветовать, главное, наслаждайтесь процессом. Тогда у вас действительно все будет легко получаться и получится. Не старайтесь себя напрягать. И тогда ваши работы будут намного живее и интереснее. Всего вам доброго. Большое спасибо за внимание. И буду ждать с нетерпением ваших работ. И, конечно, присоединяйтесь к нашим курсам, подписке и рисуйте с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова